С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте, здравствуйте. Как всегда, интересные гости, как всегда, интересный разговор. Но сегодня у нас немножко передача такая, она будет слоями многосложная, поскольку у нас интересный, мне кажется, собеседник, и он уже был у нас в гостях, это депутат КНЕС, это Роберт Тивяев, сейчас с ним пытается установить связь. И пока эту связь мы устанавливаем, я хочу вам сказать буквально несколько слов. Я очень признателен, довольно многочисленные звонки я получил и письма по поводу предыдущей передачи, которую мы обсуждали с господином Ильей Левковым, о книге о спецназе Израиля. И в котором высказывались сомнения, имеет ли право спецназовец, когда его бригада, его группа отправляется на задание, заниматься время с сексом или еще чем-нибудь и не выполнять свои задания. Многие звонки, которые я получил, они, в общем-то, тронули меня тем, что меня поддержали. Я действительно глубоко уверен, что хотя это же была документальная книга, тот, кто слушал эту передачу неделю назад, это ведь документальная книга. И мы имели дело с непосредственным человеком, который описывал свою жизнь в спецназе. И я разделяю мнение тех людей, которые мне звонили. Я еще раз вам хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку, звонки мне, письма и надеюсь, что наша связь продолжится. Ну, а сейчас мы с вами начинаем передачу, в которой, как я уже сказал, будет участник первый, это депутат Мессета Роберт Тивяев, который сейчас уже на линии, как мне сказали. И будет гость, который тоже будет рассказывать и высказывать свое мнение о ситуации в Израиле. Но вначале мы на линии с Робертом Тивяев. Роберт, приветствую вас. Здравствуйте, Борис. Шалом, Америка. Шалом, шалом. Шалом, я сейчас вы на экране, вот мы взяли те кадры, которые с вашей передачи, которые были месяц назад у нас, поэтому хорошо, я надеюсь, наши телезрители и помнят вас, и видят вас, вы улыбаетесь, вы в хорошем настроении. А как сегодня у вас настроение? Ну, у нас всегда хорошее настроение, если взять в расчет всякие процессы, которые у нас происходят. Да. Так вот, в связи с этими процессами я хотел бы буквально несколько слов. Мы тогда еще с вами договорились, что мы вернемся к разговору, и я смогу с вами поговорить, и наши телезрители услышать ваше мнение из Израиля, непосредственно с самой горячей точки Израиля. Это Кнессет сегодня, насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, вы председатель, как это называлось, комиссии дружбы Турция-Израиль, да? Как это правильно я сформулировал? Израиль-Турция. Израиль-Турция. В двух словах, скажите, пожалуйста, какая ситуация сегодня у нас, у нас, я тоже называю и нас, в Израиль с Турцией? Как продвигаются отношения, что нового на этом дружественном поле битвы? Во-первых, Борис, большое вам спасибо, что вы ассоциируете нас с вами, это очень приятно. Но если поговорить уже о отношениях Израиля с Турцией, то они до сих пор находятся на фоне, знаете, таких достаточно сложных, но будем так говорить, устоявшихся. То есть пока мы не видим наращивания конфронтации с двух сторон, это уже относительно положительный момент. Насколько я понимаю, будем так говорить, насколько я знаю, значит, и правительство Турции, и правительство Израиля решили не наращивать эту конфронтацию. Я думаю, что и турки прекрасно понимают, что они залезли высоко на дерево, и в Израиль не хотят портить отношения из Турции, и Турция не хочет портить отношения Израиля. Обоим сторонам есть что терять. Я думаю, это время, сейчас вопрос только времени, как мы из этого выйдем, и Кавли должен... С красивым лицом, да, с красивым выражением лица, как из этой ситуации выскочить. Я думаю, что сейчас это время дипломатов, и дипломаты больше всего лучше, чем политики знают, как это делать. Роберт, скажите, пожалуйста, ну вот в этой ситуации, когда министр не иностранных дел, а министр, кажется, транспорта, да, Бен Элейзер, встречается, и вообще, что вокруг этого? Почему так произошло? У вас есть свое объяснение. Почему министр транспорта, если нет, поправьте меня, Бен Элейзер, встречается с министром от Турции, в то время как Либерман, министр иностранных дел, ничего об этом не знает. Как такое могло произойти? Ну, наверное, такое может произойти только в нашем правительстве, только в государстве Израиль. Да, к сожалению, такие факты имеют место. Что за этим стоит? Наверное, это было по просьбе премьер-министра. Насколько я понимаю, у министра Бен Элейзера есть хорошие связи в Турции, в том числе, как и у меня. И такие контакты, они имеют место. Другой вопрос, что я, когда встречаюсь с ответственными лицами из правительства в Турции, это одно. Ну, а когда министр правительства встречается с министром иностранных дел Турции, это носит совершенно другой характер. Будем так говорить, это не приносит нам много пользы, когда министерства иностранных дел, к сожалению, не участвуют в этих переговорах. А как такую пилюлю проглотил Либерман? Ну, как он ее провыграл тело, это, наверное, надо спросить у самого агентура Тибермана. Я не думаю, что он ее сильно проглотил. Я думаю, что она еще застряла где-то, эта пилюля застряла где-то посередине. Посреди пути. Хорошо. И вы знаете, в последнее время я встречаю разные комментарии, разговоры о том, что... Ну, и что Турция? Если Турция будет из себя чего-то строить, у нас есть прекрасные предложения от Греции. И с греками мы тоже уже, я имею в виду израильтяне, уже проводили различные военные какие-то маневры. И с удовольствием будет продолжать с греками. Как, скажите, пожалуйста, вы рассматриваете ситуацию? Не будет турки, будут греки? Или наоборот? Есть много спекуляций на эту тему, но прежде всего несколько вещей хотелось бы подчеркнуть. Прежде всего нельзя сравнить Грецию с Турцией. Мы не против улучшения отношений с Грецией. Понятно, нет. Но не за счет разрыва отношений с Турцией. Понятно, что если турецкая сторона будет и дальше стремиться к тому в плане улучшения, ухудшения отношений с Израилем, то нам придется искать, конечно, других партнеров. И абсолютно не важно, это будет Греция или кто-то другой. Важно очень подчеркнуть, что, очевидно, внешнюю политику Израиля надо строить немножко по-другому. Нельзя ни с кем слишком сближаться, нельзя ни с кем слишком отдаляться. В арабско-мусульманском мире надо со всеми быть на одинаковом уровне. И использовать те варианты и те споры, которые существуют в арабско-мусульманском мире для нашей пользы. К сожалению, мы этого не делаем. К сожалению, мы видим, что из ближнего друга вдруг мы получили сильного врага, как Турцию. Я не думаю, я не очень уверен, что еще с Турцией мы получим этого врага. Мы уже говорили с вами, я был у вас на передаче. Да, да. Турция – это стратегический партнер и очень жаль. И, кстати, мы для Турции тоже стратегический партнер. И очень жаль, если мы это партнерство потеряем. Хорошо. Я думаю, что через месячишка я с удовольствием хотел бы услышать опять ваш голос, как и наши телезрители, и узнать, куда двигаются отношения с Турцией. А вот сейчас я бы хотел немножко зайти в кулуары Кнесета и правительства. Я знаю, что Израиль сейчас дискуссирует по поводу сокращения бюджета. И прежде всего, мне интересно, что цепи ливни, вы являетесь членом команды Кадима, член партии Кадима. И ваш лидер заявил о том, что сокращение бюджета прежде всего говорит о том, что правительство, которое сегодня сидит в Израиле в кресле, оно не заботится и совершенно не думает о новых иммигрантах, о людях с средним и ниже средним доходом. И так далее, многосемейных, многодетных и так далее. Что скажете вы? Вы поддерживаете цепи ливни? Ведь я знаю, что у вас всегда свое оригинальное мнение. Ну, давайте прежде всего скажем, что такое государство Израиль. Государство Израиль – это страна репатриации. И, в принципе, все государство Израиль на этом и построено. Если не будет репатриации, то я не думаю, что есть смысл вообще у государства Израиля. И в тот момент, когда режут бюджет, естественно, ассорции на многие сотни миллионов шекелей, это говорит о многом, это говорит об изменении видения своего вообще государства Израиля. Но секундочку, Сергей Роберт, я вас не перебиваю. Я вас не перебиваю, я просто хочу уточнить. Скажите, пожалуйста, а что вы считаете, что Натиньягу, а рядом с ним сидящий Либерман этого не понимают? Я думаю, что понимают. Я думаю, что идет более такая закулисная игра. Как вы уже знаете, сегодня должен был подняться закон о гьюре. Да-да. Закон, он, в принципе, достаточно проблематичный. И правительство против этого закона. Мне тяжело сказать, почему все-таки партия Наш Дом Израиль продвигает этот закон. Я думаю, это просто давление, чтобы партия Наш Дом Израиль отказалась от этого закона. И мы видим, что они, в принципе, откаутся от той постановки, которая стоит на сегодняшний день. Да, но интересно, что этот закон о гьюре сегодня как бы консолидирует правые религиозные партии с партией Наш Дом Израиль, которые, ну, раньше, мне кажется, совершенно не имели общей платформы. Вы абсолютно правы, Борис. Вы могли бы этот нюанс или этот парадокс объяснить? Закон должен поддерживать новых репатриантов. А сам закон в его точне, то есть в его значимости, он только усиливает позицию ультрарелигиозных партий. Почему это произошло, это вопрос другой. Кстати, задуман был закон депутатом Креста Туду Ротома от партии Наш Дом Израиль. Он был задуман как хороший. Но, к сожалению, потом они пошли на поводу у ультрарелигиозных партий. И закон достаточно опасный. Я думаю, сокращение бюджетов именно тех министерств, с которыми связана партия Наш Дом Израиль, именно говорит о давлении правительства на эту партию, чтобы они отказались от этого закона. Я думаю, то, что в конце концов мы и получим. То есть Наш Дом Израиль вынужден будет изменить этот законопроект. И тогда, скорее всего, правительство дополнит ту нехватку бюджета именно на те министерства, с которыми связана партия Наш Дом Израиль. В принципе, Аликдор Либерман, председатель партии Наш Дом Израиль, уже сегодня заявил, что он не собирается выходить из правительства и собирается воевать до конца. Чем все это закончится? Я думаю, что мы понимаем. Я не думаю, что партия Наш Дом Израиль сегодня выйдет из коалиции. Я не думаю, что Бедемио Натаниеву надо, чтобы эта партия вышла из коалиции. Это их стратегический партнер по коалиции. А то, что касается позиции партии Кадима, есть на эту тему всякие спекуляции, войдет ли партия Кадима в правительство. Я думаю, что в существующей консталляции она не зайдет. То есть у нас есть свое видение вещей. И пока Бенемио Натаниеву не скажет, что он готов расформировать правительство и собрать его заново, тогда партия Кадима предловит свое видение вещей. Если премьер-министр с ним согласится, тогда, скорее всего, мы будем обсуждать этот вопрос. На сегодняшний день я почти уверен, что партия Кадима не войдет в существующую коалицию. Прекрасно. У нас на телефонной связи, а в общем-то, я считаю, и в гостях был депутат Кнезета Роберт Севяев. И я очень признателен вам, Роберт. Я желаю вам хорошей депутатской деятельности на благо нашего народа. И через месяц, если вы позволите, я опять с удовольствием хотел бы вас со своими зрителями соединить в телефонной связи. Спасибо вам, Борис. И мы всегда, как бы, такие разговоры, которые нам рисуют перспективу. У нас сегодня в гостях молодой человек Йосиф Яков Лев. Я прошу прощения, что я как бы задумался. Дело в том, что вот молодого человека фамилия Яков Лев была. Правильно я говорю? Правильно. А сейчас Яков Лев. Я поэтому и задумался, и как-то я вспомнил, где это тире у нас стоит. Йосиф, здравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы у нас были в гостях несколько месяцев назад, полгода назад. Меньше, что ли. Да, около полугода назад вы были представлены как автор книги. Автор книги. Сегодня мы как бы подписали вашу фамилию, но я хотел спросить, кем вы себя сегодня чувствуете? Автор книги, автор новых интересных идей, новых предложений. И я хочу напомнить немножко нашим телезрителям о вас. Итак, кто вы? Короткий ответ All Day Buff, то есть все это вместе, а с удовольствием расскажу. Значит, дело в том, что, к сожалению, евреи на сегодня отчаялись и перестали искать решения. Ищут только политические манипуляции. Я на сегодня, к моему глубочайшему сожалению, единственный человек, который не только занимается решениями, но сумел их создать. Секундочку. То есть вы вот так можете уверенно сказать, я единственный человек? К моему глубокому сожалению, этим просто никто не занимается сегодня. Еще раз, чем не занимается? Давайте повторим. Поиском. Значит, мое счастье, что я сумел найти решение, я готов отвечать, я уже рассказывал буду. Но сегодня даже серьезно поиском решений никто не занимается. Никто не понимает, что происходит с газой. Почему, например, ни у кого нет наследа, почему была туча патриотических призывов, и вдруг панически убежали из Ливана. Кстати говоря, ровно 10 лет назад, в мае 2000 года, и нужно об этом поговорить. Или никто не понимает, почему все партии дают неправильно патриотические призывы, заверения, вдруг мы убегаем из Хеврона. То же самое идут патриотические призывы, и кажется, что без причины мы вдруг убегаем из Бейтлехэма. То же самое из Ерихона. И почему этого происходит, никто не сумел осознать, и не только найти решение. И сегодня нет конкурсов на понимание. Значит, вообще нет работы, о которой вы рассказывали, почему это происходит, и как это можно предотвратить, какие можно найти решение. Почему тогда нету, вы считаете, таких работ, или нет таких людей, или что, перевелись люди, которые пытаются глубоко разобраться в ситуацию? Значит, на основе того, что написано во всех энциклопедиях, мы сейчас создать нельзя. Да, англичане загнали очень много в энциклопедии, просто самые откровенные лжи. Я приведу один маленький пример. Да, пожалуйста. Значит, я, к сожалению, должен извиниться перед всеми, я опоздал, мы не успели картинки поставить, может быть, на перерыве поставим. Так вот, если мы возьмем, допустим, 11-томную энциклопедию еврейскую, она называется краткая, но всего 14 книжек там, 11 томов. И в ней даже нет вообще ничего про договор Файсала Вейтсмана, это ключевая основа, вообще ничего нет. А что там есть, я принес. Там есть ссылка в рассказе о Вейтсмене, лично сказано, что в Акабе в 18-м году он встретился совершенно год-другой, место-другое называется, что он встретился с Вейтсмана, он ему дал частное обещание, что вот такое дикое, откровенное ложь введено везде. Все сдавали экзамены таким образом, все это дело, значит, просто можем сопоставить, и дальше, 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 дальше. То есть, в энциклопедии ничего не сказано об этой встрече? Вообще, не только не сказано, а там, значит, во-первых, да, ничего не сказано, там о Файсале вообще ничего не сказано, а в некоторых статьях 11-томник официальный, 14 книг на самом деле. Значит, а что там сказано, там косвенно упоминается, я проводил всю эту энциклопедию там электронным образом, еще в двух статьях косвенно упоминается Файсал и косвенно упоминается договор. При этом про договор написано полная ложь, год написан неверно, и то же самое про Иосифа Трампельдора и про других. Скажите. Огромное количество вранья, все сдавали экзамены, и на основании этого вранья найти решение невозможно, потому что оно заведомо проигрышно для Израиля. Иосиф, скажите, пожалуйста, вот неправильная информация энциклопедии, ее можно как-то поправить, можно куда-то обратиться, можно как-то… Вот в Викопедии мы знаем, что можно зайти туда, можно править, можно чего-то. Вот вы, как человек, который что-то определили неправильно, вы могли бы, я не знаю, каким-то образом пытаться влиять. Я понимаю, насколько маленьким кажется человек в этом огромном мире. Но, но, вы себе все-таки ставите, позиционируете человека. Несомненно, вопрос не только, значит, человек. Значит, человек на самом деле способен сделать все, единственное ограничение, наше лайфтайм и наши 24 часа в сутки. Именно поэтому я просто зашиваю. Значит, давайте сначала два слова про Википедию. Замечательный, с одной стороны, независимый источник, что очень важно. С другой стороны, там творится черти что. Например, только что оттуда главу Вейкра и Стория просто выкинули. Какую главу? Вейкра. Вейкра. Якобы за нарушение копирайта. Какой может быть? Извините, копирайт на Тору, которая написана 3000 лет назад. Которая, значит, закон о копирайте говорит, что через 70 лет после смерти автора, значит, права копирайта становятся паблик. Ну, хорошо, о чем вы объясняете. Ведь, может быть, действительно еврейские круги определенные посчитали, что это не лечит Викопедии заниматься тонкостями Торы. Нет, там другие, это политические игры, на которые сейчас нам не нужно говорить. Хорошо, я о другое хочу сказать. Там творится черти что. Теперь давайте вернемся к этой энциклопедии. Значит, все ангажировано. К сожалению, сегодня, значит, именно поэтому я принял очень четкое решение выйти из всех официальных позиций, где я находился. Потому что сегодня, значит, вот эта ложь, о которой мы начали, давайте не будем я виноват, отвлекаться не будем. Скажем, от договоров Айсала Вейцмана, значит, и там ряд других лжей, я готов их перечислить прямо сейчас, но мы обязаны об этом говорить. На этом построены все диссертации сегодняшних, все экзамены, все PHD, все мастерс дегри. Все на этой лжи базируются. И людям признать сегодня, значит, во-первых, признать, что они неверны, вторых, что их диссертации ошибочные, что они, в общем-то, занимались, ну, если, я не знаю, как это мягко сказать, деятельностью, которая вредна для государства. Но это мы обязаны сделать, выхода у нас нет. Значит, на той основе, как сегодня записано, позиция Израиля совершенно проигрышная. Абсолютно. То есть сегодня везде записано. Мы сейчас, у нас есть время на это, обязательно мы пройдемся прямо по позициям, я все покажу и докажу. На сегодняшней позиции защитить Израиль невозможно. Потому что везде, абсолютно везде, на сайте Сахнута, на сайте Министерства иностранных дел, например, написано, что это британские мандаты и еще что-то. Я сейчас, я пройду подробно и расскажу это, значит, на тех основаниях защитить Израиль невозможно. Что там написано, прямо и косвенно, что собрались империалисты, отобрали землю у арабов. То есть это написано не прямо, документы так расставлены, причем лживо. Что собрались империалисты, у несчастных арабов отобрали землю и отдали их проклятым сионистам. Вот такой подбор документов, абсолютно лживый, абсолютно подтасованный, стоит абсолютно везде. То есть сама идея вам кажется лживой, что собрались, что отдали землю евреям. В чем, где, в каком пункте это лживо? Значит, оно лживо как по фальсификации исходных документов, так и по выводам. Начинаем с позиции, на самом деле мы должны начать, давайте сейчас сначала очень кратко, а потом подробнее пройдем по тем же самым позициям. Значит, настоящая история наша вот какая. Совершенно добровольный договор между, значит, как мы уже говорили на прошлой передаче, все арабы официально избрали делегацию. Так же, как остальные народы к концу Второй мировой войны, к началу заседания лиги нации. Совершенно добровольно делегация арабская встретилась с делегацией еврейской сионистов и подписали совершенно добровольно договор о том, что, значит, Палестина принадлежит евреям. И особенно удивляться здесь нечему. С одной стороны, нам Ашем помогает Бог, но с другой стороны, то, что интересовало, во-первых, позиция как таковых арабов никогда не стояла, стояло мусульманство. Мусульманство, как и еврейство, это не совсем национальная религия, это скорее религия. Поэтому, значит, в договоре записан пункт пятый, что все мусульманские святыни должны остаться под мусульманским контролем. И сионисты под этим подписались. Достаточно немного таких мест было. Остальные места арабов просто не интересовали. В данном случае подписались арабы, значит, что для нас важно. Более того, подписался под этим прямой потомок Магомета. То есть, во-первых, подписались арабы, во-вторых, нет, нет, тот самый Файсал, его папа был шариф, не шериф, а шариф. Это, значит, официальная должность прямого потомка Магомета, который на сегодня является главным. То есть, потомков несколько, в том числе саудиты тоже относят. Но, значит, официально признанный шариф, это тот, кто на сегодня, тогда его папа, и он был, значит, официальный шариф, то есть, главный на сегодня управляющий потомок Магомета. Значит, он его сын, от имени этой семьи, от имени официально избрана от всех арабов. Он подписал, что вся Палестина полностью принадлежит евреям, значит, конкретно сионистам. А почему он на это пошел? Он хотел выглядеть хорошо, он от этого имел дивиденды, выгоду, он понял, что так надо сделать. Или он просто осознал, что эта земля не их? Во-первых, он всегда знал, что эта земля не их. А то, что их, во-первых, у евреев с мусульманами проблем никогда не было, пока в это дело не вмешались англичане, нам нужно к этому вернуться. Я готов за это отвечать, готов пройти сколько угодно это рассказывать, показывать на конкретных примерах. Так хорошо, да. То, что мусульманы интересовало, то, что мусульманы интересовало, там стояли мечети. Таких мест было очень мало, и они подписали, что это остается под мусульманским контролем. Все остальное им просто, остальное совершенно прав был и Марк Твен, и лидеры сионистов. Они говорили, вернуть народ без земли на землю без народа. Это на самом деле были пустыни, это на самом деле были болота, которые не интересовали мусульман. Они просто мусульман не интересовали. То есть, в тот момент их это не интересовало. Но давайте разберемся все-таки. Не интересовало, потому что здесь были болота, и невозможно было ничего здесь сделать, и это было пустое место. Или потому, что они как бы осознанно признавали, что, в общем-то, это историческая родина евреев. Обе причины. Значит, во-первых, они всегда признавали, что это родина евреев. И с евреями у мусульман во всех отношениях, в том числе даже и в религиозных были прекрасные отношения. Возьмем маленький пример, чтобы показать. Значит, Испания, большой мусульманский конгломерат и мир. И христианам там не разрешалось даже держать гостиницы, не разрешалось заходить. К евреям практически, ну, у евреев нет никаких идолов, гарантированно. Евреям вообще никаких ограничений нет, кроме некоторых налогов, там, и еще чего-то. Значит, налоги обычные, любое государство берет налоги. На евреев были очень маленькие налоги. Значит, гостиницы, например, христиане всегда сфилились в еврейских гостиницах. На евреев никаких, практически, кроме выплаты налогов, налоги есть всегда. Ну, понятно. Значит, никаких ограничений мусульмане на евреев никогда не накладывали. А евреи лояльны ко всем, даже к язычникам. То есть то, что мы запрещаем себе быть язычниками, но для других народов мы это называем авадазара. То есть работа, чужая работа. Евреи на самом деле очень лояльны. И к чему я привел этот пример? У мусульманов с евреями никаких проблем нет. Евреи наоборот всегда были примеряющим элементом, в том числе между христианами и мусульманами. Вообще никогда проблем не было. Теперь, значит, я готов еще привести десяток примеров. Значит, теперь данная ситуация. Обе мусульмане совершенно точно, и арабы в частности знают, что эта земля еврейская. А то, что они хотели на этой земле построить, они построили мечети. Они уже стояли. Остальные места их просто не интересовали. Поэтому обе эти причины. И кроме того, не нужно... Почему все перевернулось с ног на голову? Почему сегодня? Потому что осушены болота? И потому что так красиво эта земля стала? Не поэтому. Я долго думал, на каком примере. Значит, мы привыкли верить, мы любим. Я очень люблю, к сожалению, у меня нет времени много путешествовать, но я очень люблю Англию и другие страны. Но вместе с тем мы должны понять роль Англии, что она натворила и надела. Она сегодня сама от этого страдает. Для того, чтобы это понять, давайте, знаете, иногда на независимых примерах легко рассмотреть. Давайте красненько посмотрим немножко пример англо-бурской войны. Что вообще говоря, значит, там то же самое. Значит, все проблемы с сегодняшней, я вам скажу вещи, о которых никто даже не понимает и не думал. ЮАР развалилась по вине Англии. И белые страдают. Совсем не из-за вины. Значит, 200 лет белые с черными на территории, вот то, что там где было, жили без каких бы то ни было проблем. Практически вообще. Дальше там нашли золото. Мы говорим о ЮАР. Мы говорим о ЮАР. Это очень прекрасный пример, чтобы понять роль Англии. Значит, и как это получилось? Значит, треть мирового производства золота оказалась оттуда, через Йоханнесбург, в частности. Значит, и тут же началась англо-бурская война. Спрашивается, там были не англичане, там были голландцы. Чего вообще Англия туда поперла? Прям откровенно скажем. Значит, только для того, чтобы устроить просто всякую силу. Англия считала себя единственной империей. И всякую силу она пыталась растоптать и уничтожить. Но это было как бы в традициях завоевания мира. То есть, сложно упрекать чем-либо в то время. Подождите, я не даю моральных характеристик, я пока только рассказываю. То же самое произошло в Палестине, в Израиле. Дайте мне еще два слова сказать про англо-бурскую войну, это очень важно понимать. Значит, и несмотря на то, что Англия все битвы во время англо-бурской войны проиграла, но как она оказалась победительницей, очень грязным образом. Значит, кончились просто людские ресурсы. Всех мужиков, которых Англия смогла не убить, а захватить, она отправила далеко, в Индию, в Австралию. И она впервые в истории человечества открыла настоящие концентрационные лагеря. Это именно почему нужно сказать. Это прямо вам впервые. То есть, лагеря для военно-пленных были, например, в Америке во время гражданской войны. Это никакого отношения не имеет к концентрационным лагерям. Концентрационные лагеря – это куда сгоняются женщины и дети. Где им не дается зарабатывать на жизнь. Где они зачастую умирают в проголоте. То есть, вот это Англия создала в ЮАР. И таким образом, людские ресурсы кончились просто. То есть, самыми грязными методами Англия действовала всегда, к сожалению. То есть, с одной стороны, это джентльмены-воротнички. Но, с другой стороны, как только касается каких-то войн, Англия действует, к сожалению, самым страшным образом, самым грязным. И в данном случае, значит, все женщины были согнаны в концентрационные лагеря, заперты с дети. Они там умирали, голодали. Всех мужиков, которых не удалось убить, выгнали в Австралию, в Индию, еще куда-то переселили. И таким образом, просто кончились людские ресурсы. При этом, Англия проиграла абсолютно все битвы. Просто все. Буры воевали несравненно лучше, хоть по тактике, хоть по оружию у них были маузерные, те самые винтовки, замечательные к этому. То есть, вот такая ситуация. Англия, к сожалению, все... Как это началось? Когда Англия еще не испортилась до такой степени, она приезжала к каким-то туземцам. Туземцы худые, бедные между собой воюют. Англия решила, так что они воюют без дела, пусть это будет воевать с пользой для нас. И дальше, как всякое нехорошее дело, которое вы начинаете делать, оно доводит до ужаса. И дальше Англия от этого сама стала страдать. Так вот, это все получилось... Вот на этой вот ноте, и Англия от этого сама начала страдать, мы с вами остановимся. Поскольку у нас... Мнение, получив второе мнение. И лечение, и совет, правильнее места нет. Гастроэнтеролог он. На экране телефон. Всех излечит, исцелит доктор Шапсис. Не болит! Доктор Шапсис может все! Немецкая компания Бауэр, известная своими целебными изделиями и шерсти, открывает центральное представительство во Флориде и новый офис в Нью-Йорке. Звоните и участвуйте в супераспродаже. Бауэр представляет феноменальную новинку. Это домашняя инфракрасная портативная сауна. Звоните! Всего за 20 минут в день сауна компании Бауэр поможет вам избавиться от хронических болезней, сбросить лишний вес, быть здоровыми, красивыми и счастливыми. Звоните сейчас и получайте праздничные скидки и подарки. Когда разбил радикулит, спина ломит, всего знобит. Когда немил весь белый свет и куда так, что мочи нет, и все болит, и тут и там. Каким бежишь ты, докторам? К! К! Но! Скидем! Когда ты цел и невредим, болезнь рассеялась как дым. Хвала искусству докторов, ты снова весел и здоров. Кому спасибо говоришь, каких врачей благодаришь? К! КАГАНОВСКИЙ ОУШЕН КАГАНОВСКИЙ ОУШЕН КАГАНОВСКИЙ Терапевты Элина и Лазарь Кагановские. Высокий профессионализм, коллегиальность, четкость в работе, индивидуальный подход, а в исключительных случаях возможность собрать консилиум врачей всех специальностей, таков стиль работы докторов Кагановских. Оушен Медикал Плаза – золотой ключик к вашему здоровью. Слышь, Абычка, куда идешь? К бабушке. Что несешь? Кефир, творожок, сметанку. Хм, Бест оф Фармс. Бабушка, а почему у тебя такие веселые глазки? Потому что ты принесла мне гостинцы. А почему у тебя такие розовые щечки? Потому что я ем продукты только Бест оф Фармс. Продукты компании Бест оф Фармс. Экологически чистые. Без добавления соли и сахара. Сделаны из настоящего молока Эмишей. И вкуснее. Все съедим в один присест. Бест оф Фармс. Бест оф Фармс. Бест оф Фармс. Даже у богинь. Есть проблемы. А крупные варикозные вены – проблема для всех смертных. Без боли, скальпелей и шрамов, с помощью ультрасовременного лазера хирург Мира Боттер вернет вам божественную красоту. Через 10 минут после процедуры в офисе под местной анестезией можно отправляться на свидание. Божественная технология и искусство хирурга. Мира Боттер. Иосиф Яковлев, так зовут нашего сегодняшнего гостя. И мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». С вами Борис Тенцер. То, что утверждает Иосиф, может вызывать у кого-то вопросы. И у вас будет возможность эти вопросы задать. Буквально через несколько минут мы включим телефонные линии. Но пока мы не включаем. Для того, чтобы дать возможность еще немножко поговорить с Иосифом. Дело в том, что у Иосифа свое четкое точка зрения и отношение к тому, что происходит в Израиле, почему происходит в Израиле, и как с этим надо бороться. Как все просто. Надо только слушать Иосифа. Да, Иосиф, какая же связь между Пурской войной и то, что подписал все время? Это очень важно. Дайте мне два слова сказать, потому что вы сказали. Значит, вопрос не в точке зрения. Меня точка зрения, даже моя собственная не интересует. Меня интересуют факты, меня интересуют решения. И это единственный научный подход. То есть мы привыкли смотреть, как будто мы в ресторане. Дайте нам горячего, дайте нам этого. Значит, всякий человек, который хочет решить проблемы, должен забыть про точки зрения раз и навсегда. Он должен научиться заниматься только фактами, только решениями, и быть адекватным реальности. Например, я хочу, чтобы этого не было. Это моя точка зрения. Я обязан забыть. Я обязан знать, что на самом деле существует. Как, например, я приведу один пример, чтобы люди поняли. Недавно умерла очень красивая молодая женщина. Умерла от рака груди. В нашу синагогу ходила. Ей какие-то бессовестные люди сказали, что они ее вылечат нетрадиционными методами. То есть человеку говорили то, что ей приятно. Молодой, красивой женщине, милейшая, красивейшая женщина, конечно, ей не хотелось отрезать грудь. Давайте будем так по-медицински четко говорить. Она этого не сделала. Она послушала то, что приятно. Она не сделала адекватно реалиям, и она умерла. И сегодня это происходит с Израилем. Мы не хотим видеть реальную вещь. Все говорят друг другу приятные вещи. Мы вот в этом своем узком еврейском кружку варимся. И это ведет нас к гибели. Теперь возвращаемся к этим позициям. Если у нас когда-нибудь будет время, я расскажу про Англию, про Бургскую войну. Услышали хотя бы тезис, в какую сторону мы можем рассказывать. Я готов рассказать интереснейшие и очень важные для нас для понимания. Теперь настоящая юридическая основа Израиля, на которой совершенно победная, на которой мы отыграем все. Для начала информационные войны, потом все физические войны. То есть мы не можем воевать, не зная за что и не зная куда. Например, у нас говорится такие вещи, что никто никогда не возвращал захваченные территории. Врут. А Россия захватила Австрию и тут же отдала ее, потому что не понимала, что у них нет оснований удержать. Ни юридических, ни физических, ни человеческих. Или говорят, что вот Сталин чеченцев выселил. Давайте посмотрим честно. Совершенно никаких у Сталина не было ограничений моральных. У Сталина были безграничные резервы РККА, безграничные человеческие резервы НКВД. Люди еще знают, что это такое. Это две армии громадные. Что он смог сделать? Он смог сделать много горя. Но чеченцы теперь в Москве. Значит, в нефтяной бизнес их не пускают, в большой нефтяной бизнес. Все остальное в банках они представлены, все ларьки. То есть и вот то же самое. Сегодня надежды, когда, к сожалению, сегодня этих стрелечков уже стало намного меньше набрать. И некоторые шли в память, говорят, я полковник, погнать авиацию, бомбы, потом похода. Это так не работает. Это не та война, это мы не выиграем. Значит, мы сначала должны знать, за что воевать, как воевать. Мы должны доказать, что мы имеем право это делать. И у нас это все есть. И сейчас я это скажу. Реальные права Израиля вот какие. Есть договор между всеми арабами и всеми евреями. Совершенно легитимный. Значит, на основании этого договора у нас есть... Мы говорим о договоре, который был в каком? В 19-м году. В 19-м году. 3-го января, кажется. Значит, это совершенно официальный договор между двумя делегациями, подписанными. На основании этого договора. Дальше, очень интересно заканчивать, если будут, там ссылки на правительство Англии. Некоторые есть. Правительство Англии как раз следующее, что сделало правительство Англии, она подписала мандат. Уже этот, кроме всего протива, это является полной юридической преемственностью. Значит, на основании договора Файсал-Вейтман был сделан мандат, а то, что Англия нарушила то, что она подписалась, так мы ее можем как угодно ставить, вертеть, мы можем наказывать, это четко по букве закона. Итак, что мы должны сегодня говорить? Значит, мы должны сегодня говорить единственную правду, которой нигде нет. Значит, что есть договор между всеми арабами и всеми евреями. На основе этого договора Лига наций создает мандат, полностью соответствующий с буквой этого договора. Этот договор ратифицирован всеми странами, включая бывшего суверена Турцию. И, значит, это сегодня единственная юридическая основа. И на этой основе мы можем воевать, мы можем доказывать, никто не может... И что, сегодня никто не отталкивается от этого договора? Никто не строит, как бы, отношения международные на основании? Может, он просто устарел? Он не устарел, он не может устареть, никто... Значит, смотрите, как это получается, грустная ситуация. Значит, у нас конец войны, людям нужно получать дипломы. Так у нас мир построен, что без корочки, значит, не положено. Человек едет, где он? Он не может получать его уже в Турции, Турция союзник Германии. Он не может его получать нигде в Европе. Европа разрушена, такой, во Франции. Он едет в Англию. Мы говорим о каких годах? Сразу после войны, начало образования государства. Ему нужно сдавать экзамены. Пять лет, через четыре года человек на бетчел раздает экзамены. Он не должен чирикнуть, он не получит экзамены. Система очень жесткая. Дальше, пятый год на мастер-дегре он сдает, то же самое, пишет работу какую-то. Он не может чирикнуть ничего другого, чтобы там не было написано. Нужно срочно получить, как всяк, мы задавлены. То есть, он идет под проторенной дорогой, потому что знает, только она ему может дать возможность защититься, а потом написать книги и так далее. Мы говорим о людях, ученых и в Израиле, и в других странах. Да, так и пошло. И так, дальше он пишет PHD свою, дальше он приезжает в Израиль. У него дилемма перед ним стоит. Это наша привязанность к системе. Либо он должен сказать, уже приехав, что я врал 4 года. Я врал 5-й год, уже работы мастер-дегре он писал. На PHD он написал какие-то научные работы. Он должен сказать, что я там врал. Он этого не может сказать. Он тоже идет. И вот так это получилось. Сегодня написано другое. Например, есть такое понятие, плодоводный полумесяц о том районе. Единственная энциклопедия, где не поминаются Израиль, это британика-энциклопедия. Там написано, что это целиком арабские земли. Не случайно. Британика, как будто бы наиболее уважаемая энциклопедия. Если вы возьмете то, что касается прав евреев, там все оболгано. В еврейской энциклопедии все оболгано. На сайте Министерства иностранных дел Израиля написано ужасающие вещи. Написано британский мандат. Он не британский, согласно закону, он еврейский мандат. На сайте Сахнут написано то же самое. Что значит еврейский мандат? Мы знаем историческое. То есть я вырос на историю, которую везде упоминает британский мандат. Вы хотите сказать, что это неправильная формулировка? Это юридически совершенно неверно. Почему? В прошлой передаче я очень благодарен за этот вопрос. Я просто стараюсь как можно больше вжать в ограниченное промышленное время. Я готов отвечать за свои слова, отвечать на вопросы. Есть конкретный закон о мандаторе. В Англии немножко сложное прецедентное право. Но для этого существует разъяснение верховных судей. Для этого есть прецедентные кейсы. Есть прецедентные кейсы, которые вошли в учебники. То есть значит закон как таковой существует. К нему он есть в учебниках. И он есть во разъяснениях верховного суда. И там написано, что мандатари не является владельцем. Прямо откровенно написано. Не является. Не является владельцем. Это написано совершенно прямо. Более того, написано, что мандатари должен, чтобы стать мандатарием, нужно подписаться, что он не владелец, не имеет права получить никакого ревеню, никакого бенефита. То есть никакой пользы вообще с этого не может. А только должен передать что-то сделать. Секундочку. Почему же это противоречит? Что Англия получила какие-то льготы, Англия чем-то владела, то есть почему она не соответствует этому правилу мандатория? Но почему она является преступником, это отдельный вопрос. На чем мы это видим? И что она сейчас получила, став преступником? Ради чего? Например, она создала якобы независимую Иорданию, где абсолютно все денежные потоки, все банки, все финансы контролировались Англией абсолютно и полностью. И это было удобно. Она понимала, что с евреями такой фокус не получится, с арабами такой фокус получился. Поэтому для того, чтобы иметь прямое влияние, из евреев в данном случае получались бы плохие петрушки, из арабов получились лучшие петрушки. Хорошо, но тогда объясните мне, неужели вы настолько романтик и идеалист, который предполагает, что вот сегодня, когда уже столько настроено, а сверху еще построено, а сверху еще пристроено, я имею в виду исторические. Иордания, Сирия, все это уже сфункционирует, работает. Что сегодня кто-то начнет пересматривать и говорить, это все нечестно, это неправильно, это все вообще не имеет права на жизнь. И все начнут что-то крушить. Может быть поэтому история, то есть и люди, современные историки делают вид, что не было, не было. Мало ли что было при Римской империи. Я вас слышу. Я создал решение, когда нам ничего не нужно крушить. Дело в том, что на самом деле евреям не нужно больше, чем Эрицисраэл. Эрзисраэл, к сожалению, маленький. Хорошо бы, конечно, иметь кафе где-нибудь в Альпах и еще чего-то, но это евреи никогда не удержат. И Иордания, и прочие хошимиты пусть не беспокоятся, но у нас мы должны грамотно продать. И продать даже Нима, европейцам, за их вину. Эти решения подробно расписаны в интернете, в моей книге, в работах я расскажу. Ничего крушить не надо, нужно просто доказать свои права. То есть, отправной точкой должно стать соглашение Фейсала с Вайсманом. Да. Знаете, у нас в Нью-Йорке было очень интересное явление, о котором забыли. Значит, Линкольн, наш президент американский, тот известный, приезжал в Нью-Йорк и выступал здесь, в Купер Юнион. Есть такое учреждение, вы о нем знаете, наверное. И там он впервые в истории человечества официально провозгласил «Might is right». То есть, это значит, что права определяют реалии. Значит, в Англии была старая английская поговорка, то, что по-русски звучит «кто сильнее, тот и прав», и она была «Might is right». То есть, кто сильнее, тот и прав. И впервые Америка доказала это своим путем, начиная с чайных демонстраций, с утопления чая и прочих других. Значит, вот эта линия, в сегодняшнем мире это самое важное. Более того, это евреи предоставили миру систему справедливости, систему судов, систему законов. То есть, до евреев был закон какого-нибудь Брахмапутри. Что он сказал, то и правильно. Закон, независимо от чего-то евреи предоставили миру. Мир это получил, мир это захватил, и мир за это держится. И теперь мы сами не пользуем тем, что мы создали. Значит, важнейшая позиция здесь, что мы должны понять, что нет другого выхода, как «Might is right». То есть, наши права единственной является нашей главной защитой и нашими главными. Здесь нужно другую вещь сказать. Очень многие говорят, так вот, в Торе все записано, нам другого ничего не нужно. Ложь. Если половина, большая половина ортодоксов, для них недостаточно Торы, для того, чтобы это нельзя. Например, сакмарские хасиды, на Торе и Карто. Секундочку, давайте мы сделаем такой маленький разворот. Я бы хотел, чтобы еще телезрители вам задали какие-то вопросы. Иначе телезрители меня просто растерзают, может, они хотят что-то вас спросить. Поэтому мы покажем на телеэкране, покажем номер телефона, по которому вы можете звонить, уважаемые телезрители. Но мой вопрос вот какой. Вы мне, вот сейчас идет как бы борьба, война, там, Израиль против остального мира, или остальной мир пытается каким-то образом вразумить, вставить голову и мозги Израилю и так далее. Вы рассказывали мне, что предыдущая передача, которая была около полугода тому назад, вы взяли какие-то части этой передачи, концепциальные, и поставили на интернет. И буквально спустя какое-то время это стало или уничтожаться, или крошиться, или там с ним что-то такое там делали. И таким образом информация уже невозможно было донести. Как вы считаете, кто это делает? И расскажите, что это происходило. Спасибо за вопрос. Ответ предельно ясный и простой. Значит, я разместил в системе Газпром Мидия, которая в частности... Газпром Мидия. Почему Газпром Мидия? Потому что это единственное, значит, самое посещаемое русскими сайт для размещения видео. Например, Рутюб к ним относится. Да, это одна из немногих, которая... Рутюб, да? Да, в частности, к ним относится. Одна из немногих, которая позволяет поставить часовой ролик. Значит, и это... То есть, весь Газпром принадлежит государству России, правительству России. И они стали... Значит, ролик стал феноменально популярным. Менее чем за два месяца он... Почти 20 тысяч просмотров оказалось. Это вот предыдущая передача, какие-то фрагменты вы там комментируете? Да, да. Целиком. А, вы даже целиком. Да, она не разбитая. Сейчас на Ютьюбе никто не трогает. И теперь, значит, Россия пошла... Теперь, значит, это факт государства антисемитизма. Откровенный факт. Я прошу антидеформационную лик. Что произошло с этим роликом? Значит, сначала то, что они... Что они начали делать? Сначала они стали уничтожать подписи, которые, значит, там антисемиты пишут, никто ничего не возражает. Когда я отвечаю, их стали стирать. Потом мне просто запретили, вообще закрыли мой доступ на мой собственный аккаунт, на мой собственный блог отвечать. То есть, вы не можете... Вам нет возможности как-то комментировать, отвечать на... Сначала не было этого, постепенно давили. А потом уничтожили все. И ролик, и аккаунт полностью закрыли. Это вы можете посмотреть на сайте, если вы зайдете на яков-лев.ком, там вы увидите открытое окошечко и закрытое. Системы Газпром-медиа им написал письма. Значит, видно, что там было более 20 тысяч хитов, просто ликвидировали, закрыли. Значит, Россия пошла на экономическое сотрудничество с Израилем. Но это совершенно ясно, как дважды два примера о том, что Россия осталась в политике государственного антисемитизма по отношению к Израилю. То есть, экономическую, да, деньги получают, а мира на Ближнем Востоке Россия не хочет. Это откровенный показатель. Показатель то, что ваши ролики кто-то стирает. Извините, это могут быть просто какие-то хакеры. Почему это вы говорите Россия? Разве можно так объяснять, объявлять? Извиняюсь, что я проскочил несколько ступеней. Значит, это не мой ролик. Это единственный ролик, который на сегодня рассказывает, как можно мирным путем решить проблему Ближнего Востока. Это ролик не потому, что он мой. Никто против меня, я там не под своим именем даже. То есть, вы хотите сказать, что никто не желает мирного пути на Ближнем Востоке? Россия не хочет мира на Ближнем Востоке. Именно поэтому, значит, давайте пройдемся по факту. Нет, давайте мы сейчас будем периодически слушать наших телезрителей. Отправимся в Бостон, где живет Яков. Здравствуйте, Яков, вы с нами в студии. Доброе утро. Доброе. Я бы хотел сказать вашему гостю, господину Яков Лев. Да. Только быстрее, быстрее. Наряду с вами есть очень много других точек зрения. Может быть, вы действительно и правы во многом, есть много спорного. И мне кажется, единственный выход для Израиля, это не разбирать различные теории, или что может быть и что было, а действовать только как практика, что сейчас и делает Израиль. Вот и все. Хорошо. Спасибо, Яков. Еще один звонок у нас. Может, уже ответить. Секундочку. Вы хотите ответить? Да, пожалуйста. Я очень хочу ответить. Значит, смотрите, нам Бог дает возможности понять, в чем мы не правы, а мы это не хотим видеть. Значит, вот эта ситуация с флотилией фригаза прекрасно показывает, что попытка надежды силой решить проблему, она становится только хуже. Значит, маленький пример. После того, как Израиль попытался силой решить проблему, которую нужно было решать головой, решение есть. У вас даже и на это есть решение? Конечно, есть решение. То есть, вы предлагаете решение, и на флотилию надо было как делать? Да, и не потому, что это мое мнение, а потому, что это объективное решение, которое вне зависит от моего мнения. Я хотел бы, чтобы вообще все было по-другому. Да, я прошу прощения, если я... Да, да, да. Значит, смотрите, что у нас произошло. Маленький пример. Значит, например, у нас на 14 июня намечалась большая, я знаю, собирались автобусы, большая была демонстрация, собрались большую демонстрацию в Вашингтон делать поддержку Израиля. Отменили. Потому что поняли, что в такой ситуации, это страшная ситуация, которая прокатилась по всему миру. Вот эта вылазка... То есть, это хорошо, что отменили, или плохо, что отменили? Нет, это очень плохо, что отменили, в связи с тем, что глупейшим образом Израиль стал действовать с этой флотилией фри газа. Что, во-первых, то, что у нас зритель советовал, люди надеются, что силой... Что предлагаете вы? Что надо было сделать? Вы, руководитель операции. Да. Пожалуйста. Двух словах, что делать? Сначала нужно было забыть про заявление 2007 года. В 2007 году юристы Израиля заставили правительство официально сказать, что газ является враждебным государственным образованием. Если его объявлено государственным образованием, а юристам очень хочется выйти на международный уровень, тогда мы не можем просто находиться в его водах. Сами себя загнали в клетку. Нужно было просто забыть. Это не так сложно забыть эти заявления. И тогда спокойно заниматься таможенными сборами. Все то же самое в территориальных водах, которые вы можете... Тогда это были бы территориальные воды Израиля, и никто бы ничего не чирикнул к таможению. Первое. Нельзя было называть газу враждебным государством. Государством. Образованием. Государством. Образованием. Это официальное название. Значит, очень много информации сегодня убрано, но остались письма из ООН, из другого, которые просили Израиля не делать этого. Вот это вот ура, патриотизм глупейший. Значит, сейчас мы объявим всех врагов врагами, и они... Хорошо. 2007 год проехали. Мы не знали, что дальше можно было сделать с этой платилией. Слатили очень простое. Забыть это заявление. Сделали глупость. Забыть это не так сложно. Значит, спокойно... К флотилии нужно было выехать на тех же самых ракетных катерах, только с транспарантами приветственными. Что это таможня. Мы вас рады. Мы ужасно вам рады. Мы вас очень любим. Проходите. Значит, были прецеденты, когда для евреев Израиль устраивал выездную таможню в Одессе, например. И в других местах. Значит, то же самое нужно было сказать. Мы вас так любим. Нужно говорить о любви. Что мы выехали к вам с таможней. А если на таможне кто-то чирикнул, то можно было предупрительный выстрел случайно промахнуться, попасть ниже в атерлинии, пусть бы она затонула к чертовой машине. Короче, выездная таможня – вот это ваше решение. Да, да. Вот это решение. Выездная таможня. Отправляемся в Нью-Йорк к Исааку. Исаак, Нью-Йорк, здравствуйте. Вы с нами в студии. Да. Говорите, пожалуйста. Только быстро. Доброе утро. Добрый день, Борис. Быстро. Не слышу, не слышу. Я – Йосиф. Да, да. Да. А, Йосиф, а я сказал Исааку. Нельзя 28 вопросов в одной превращать в разговоре, поэтому ничего не ясно, что говорит Йосиф. И Йосиф поднял очень интересный вопрос по поводу этого документа. Это действительно было после первой мировой войны. И Фейссал действительно подписал. Но он еще дописал то, чего он, если он готовился, он должен был привезти эту бумагу, она же напечатана, и уже она же не секретная. И там есть его еще одна надпись, когда его уже попросили подписать. И эта надпись мешает всему, всему этому разговору. И нельзя говорить людям, которые вообще далеки от этого. Возможно, что, может быть, еще найдется несколько человек, которые знают об этом документе. Тогда надо ознакомить, надо объяснить людям. Тогда, но сам факт, что такой документ существует, он существует. То, что от него нужно отталкиваться, это тоже правда. Но там масса нюансов, по-видимому, юридических. Потому что и власти Израиля знают об этом, и не только один Йосиф знает об этом. Поэтому, Йосиф, если вы разбираете один вопрос, то давайте только говорить об этом очень важном документе. И доказывать, как его использовать. Будьте здоровы и спасибо вам. Спасибо. Исаак, большое спасибо. Дело в том, что Исаак Гурвиц прекрасный оппонент и прекрасно знающий многие вопросы. Поэтому это очень приятно, что он позвонил вам. И что он сейчас как бы с нами. Большое спасибо. Ответы предельно четкие и предельно ясные существуют. Во-первых, не верьте тому, что написано в энциклопедиях. Там даже сам договор написан. То есть, это первое, что вы хотели сказать. Что энциклопедия не всегда бывает правдивой. Давайте смотрим факты. Документ я читал полностью. У меня полностью он есть. Я читал его, слава богу, на английском. Арабский переведен. На арабском я не читаю. Во-первых, эта приписка не секретная. Во-вторых, она имеет частный характер. Она не относится напрямую к документу. А что это за приписка? Я не читал. Сейчас скажу. И в-третьих, все, что в приписке написано, выполнено. Теперь говорим о самой приписке. Там написано так, что если Англия выполнит все, что арабы просили, Англия выполнила абсолютно все, что арабы просили, тогда Файсал несет личную ответственность за выполнение. Не за договор как таковой, а что он будет личное участие принимать. А если Англия не выполнит то, что Англия обещала арабам, то он личное участие принимать не будет, но на договор это не влияет. Вот что там написано. Например, если Буш подписался, что он будет поставлять ножки Буша в Россию, вот эти куриные окорочка. При этом он может сказать так, что я так люблю Россию, что я со своей фермы поставлю 2 тонны этих самых куриных корочков. Но если у меня будет время, а не будет время, все равно куриные корочка в Россию пойдут, просто не с фермы Буша. Так и здесь. Во-первых, это не секретный. Все энциклопедии опять врут, что что-то мешает договору. Ничего не мешает. Они врут по поводу самого договора. Первое, это подпись не секретная. Второе, на нее почти везде специально оболганные переводы. Перевод на английском, слава богу, я читаю. В чем же сноска? Сноска говорит очень простую вещь. Спасибо. Значит, давайте мы посвятим передачу, я с удовольствием готов. Это важнейший вопрос, которым нужно заниматься. Там написано, что если англичане выполнят все, что просили арабы, то Файсал будет лично принимать участие в том, чтобы этот договор провести. Если же не выполнят, то Файсал с себя лично, только с себя лично, снимает всю ответственность за прямое участие в договоре. Первое, англичане все выполнили. Значит, во-первых, никаких проблем нет. Все, что хотели арабы, англичане выполнили. Арабы хотели не так много. Арабы хотели независимость Сирии и независимость Ирака. Все, на самом деле всего лишь. Месопотамию и Сирию немножко. Они стали арабские. Никаких проблем у арабов с этим нет. Дальше. Даже если бы это не было выполнено, даже если бы, то это всего лишь накладывало бы ограничение на личное участие Файсала. И, кроме того, Израиль тут нет. Причем, это было бы лишний повод, судите, Англию. И так англичане выполнили. Все выполнили. Так почему же Файсал не имел возможности, то есть право устраняться от этого договора? Не имел возможности устраняться. Но он устранился? Не только он устранился. То, что он устранился, неважно. Страшно то, что евреи устранились от этого договора. Евреи, вот это, значит, это опять громадная тема. А я чувствую, что нам надо действительно серьезно заняться историей еврейской. Это ужасная тема. Евреи отказались от своих прав. И продолжают отказываться от своих прав на эту землю. Например, давайте все-таки вот эту тему. Спасибо, значит, господину Гурвицу, что он нас вернул к этой теме. Может быть, нужно на самом деле. Я просто хотел еще о 9-м обо кое-что сказать. Но эта тема важнейшая. Давайте мы все-таки с ней... У нас осталось буквально 4 минуты. Масса зрителей хотела вас спросить. Поэтому давайте пока остановимся. Ирина Провиденс, давайте буквально у вас 10 секунд задать вопрос. Ирина? Здравствуйте. Да. Вопрос такой. Возможно ли устроить цикл передач по истории? Это безусловно, безумно интересно. Спасибо. Вопрос понятный. В одном, в одной передаче это невозможно понять, получилась каша. Пожалуйста, цикл передач. Хорошо. Значит, отвечаю. Я вам отвечаю. У меня есть такой план. У меня есть уже договоренность. У меня уже составленный план таких передач. Это в ближайшее время начнет обретать жизнь. То, что мы сегодня слышим и видим, да, и вот то, что вы сказали, каша, это или суп, это очень понятно. Очень много хочется сказать и нашему гостю, который прекрасно, прекрасно многие вещи знает и очень досконально. Я должен сказать, что он посвятил сейчас свою жизнь, оставил свою специальность, бывшие программисты, все. Он сейчас полностью сконцентрировался вот на этом вопросе и только этим занимается. Дай бог, что ему хватило денег, дай бог, что ему хватило сил на это. Это первое. Так что такой цикл передач планируется и в ближайшее время я вам скажу, хотя бы раз в месяц мы будем такой день с вами иметь. История еврейского народа будет присутствовать в нас в передаче. Спасибо. И еще один звонок. Буквально три секунды. Зоя, пожалуйста, еще я не могу женщину видеть. Да, говорите. Спасибо большое. Три секунды у вас. Да. Вопрос-то, не вопрос, а предложение. Сделать документальный фильм, собрать денег со всех евреев Америки, желающих, и сделать фильм, и прокатить его по всему миру. О чем фильм? О чем фильм? О правах евреев. О том, что Иосиф говорит. Понятно. А какую сумму вы готовы, Зоя, какую сумму вы готовы внести в этот фильм? А сумму, ну, могу 100 долларов дать. Спасибо. Спасибо. Хорошо, будем думать. И у вас осталась еще буквально минута, Иосиф. Значит, важно еще раз сказать. Я отвечаю за свои слова фактами, не мнением. Значит, абсолютно легитимный документ, этот договор Файсала, абсолютно легитимный. Его переход на мандат Лиги наций, а вот решение ООН абсолютно нелегитимное, даже согласно собственному уставу ООН, пункту 80 и другим позициям. Еще важнейшая позиция. У нас существует много организаций, которые занимаются похожей деятельностью. Например, ООН занимается примерно тем же, чем занималась Женевская конвенция, но он не имеет права отменить Женевские конвенции. Точно так же он не имеет права отменить решение Лиги наций. Он не является преемницей Лиги наций, это вранье. И она не имеет права отменить решение Лиги наций, даже согласно самому уставу ООН. Это наша полная легитимность. Вот на этом заживаются все права евреев. Они базируются, кроме того, и на Торе, конечно, но нам Бог дал намного больше. Значит, когда мы говорим, что наши права ограничиваются Торой, мы идем против Торы. Вот это нужно сказать. Очень многие люди, у которых есть энергия, есть силы, они говорят, вот мы будем Торой. Тора горит, извините. Тора не для этого сделана. Тора для души сделана. Тора подвержена огню, Тора и не бьют врага по голове, еще что-то. Значит, есть позиции, которые нужно применять. Мы не ставим на Торе, но Тора как того не догостаться, нужно все юридические основы убрать. Все. Наше время истекло. Я понимаю, я очень признателен вам за то, что вы успели передачу в этот, вообще-то, непростой понедельник. И я думаю, что мы с вами действительно, как бы, будем встречаться, но будем брать какие-то конкретные, какой-то вопрос и в рамках истории, которую предлагала нам Ирина, и в рамках нашего желания помочь Израилю. В любом случае, спасибо вам большое. Спасибо. И, уважаемые телезрители, как всегда, я признателен вам за то, что этот час вы провели с передачей «Контакт» по понедельникам, которую для вас вел Борис Тенцер. До встречи по понедельникам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»